Охей, я Миродаги, Бардо жалаповать на мой накал, Мадзе Макси Сайдс, и сегодня, да, Всем привет, с вами Макси Мадзе, и сегодня мы поговорим про игру «Привет, сосед!» Дело в том, что... Как же бесит эта реклама? Бери её вообще отсюда. Сегодня мы взглянем на одну секретную версию после прототипа. Ещё на одну версию посмотрим, которая публично недоступна. Итак, что это альфа 1.5? Альфа 1.5? В Википедии, в фандом Вики про Хэллоу Нейбор, там целая энциклопедия, ссылка на эту вики будет в описании. Там много, целую тонну информации про Хэллоу Нейбор интересной. Данной версией является переработкой альфа 1 в альфа 2. Так же, как и прототип, публично недоступна. В отличие от альфа 2, в этой ружью висела на стене, в спальне можно было найти стереосистемы игрок, проход на чердак всегда открытый, подвал был доступен полностью, а также имелись другие текстуры, художественные стили обои, реалистичные стили рисовки. Возвращалась только в трейлере истории альфа 2, в подвальном трейлере, геймплей с вереверками. В пресс-кит можно обнаружить части геймплея в данной версии. Возможно, она будет публично доступна, это я 100% уверен, что нет. И 100% уверен, что она никогда не будет доступна, если только фанаты смогут её только сделать. Переработать альфа 2 в альфа 1.5. Надеюсь, что когда-нибудь они это сделают. Ведь они сделали же прототип, который мы с вами играли, значит они и эту версию, видать, не сделать могут. В альфе 2 там в файлах покопаются, поменяют текстуры, всякий подвал. В прототипе же сделали подвал. Как-то. Значит и тут могут сделать. Так, что у нас здесь написано. Помимо трейлера истории альфа 2, в подвальном трейлере геймплей с вереверками, этой версии ещё, части геймплея этой версии встречались какой-то, чё-то там, где, в каком-то видео, где Алекс Ничи Порчик, главный продюсер компании TinyBuild, которая издала эту игру, Hello Neighbor, рассказывал про версии пре-альфа, альфа 1 и альфа 2. Альфа 2 там выглядела как раз таки, альфа 2 там, и он показывал, точнее, не альфу 2, а альфу 1.5, но там было написано внизу, что это типа альфа 2. Что ж, помимо... Но и только в 2018 году, 25 февраля, уже после релиза игры, на канале TUDO RIP вышла полная версия прохождения этой альфа 1.5. Не знаю, где он достал это всё, тут секрет пресс-кит написано. Если вы знаете, что такое секрет пресс-кит, напишите в комментариях, я, честно говоря, не понял. Но называется это видео Hello Neighbor, Very Early Альфа 1.5 Gameplay, Secret Press Kit. Давайте посмотрим на этот трейлер и посмотрим, чем она отличается от второй альфы. Давайте смотреть. Первое отличие. Другая музыка. В альфе 2 другая музыка. По душе. По душе. Так, ну то же самое. Видим, что и во второй альфе. Нажмите Е, чтобы открыть дверь. Всё, пока идёт то же самое. Катсцены вот те же самые. Всё это идёт так же, как у альфы 2. Как мы видим, дверь входная выглядит реалистично. Она в реалистичном стиле рисовки. В альфе 2 дверь была в мультяшном стиле рисовки. Она была не такая реалистичная. Она была гораздо менее реалистичной, чем тут. Но она была... У неё был более яркий цвет. Но мне всё равно вот реалистичной нравится больше. Всё-таки жалко, что эта версия, конечно, доступна. Надеюсь, фанаты когда-нибудь нормально такую версию сделают. То, что они сделали, мы сегодня тоже посмотрим. Но... Там она не такая интересная, как... Не очень она прикольная получилась. Но мы посмотрим на неё всё равно. И пройдём её дальше. Так, пресс... Также идёт облучалка, как и во второй акции. Всё идёт то же самое. Тут со звуками выдирания гвоздёмки проблемы небольшие. Так, вон дверь эту главный герой открывает быстрее. Так же завалено всё. Так же музыка другая. Здесь двери реалистичные. Вон. Анимация подбирания предметов здесь попроще, чем во второй альфе. В отличие от второй альфы, эта версия полностью на реалистичном стиле рисовки выполнена. Мне кажется, что вот эта вот версия альфа 1.5 лучше, чем альфа 2. Объясню почему попозже. Помимо этого стиля рисовки. Так, всё то же самое. Вот сосед. Правда, звуков закрывания вот этого нету всего пока. Звук заколачивания двери гораздо реалистичнее, чем мы видели во второй альфе. Так, опять никаких звуков нету. Вот кухня реалистичная. Так, электронный замок. Так, главный герой просыпается у себя дома. Нету обучалки. Держите шифр, чтобы бежать. Так, вот немного другая катсцена. Вот сейчас. Так, нужно спрятаться в шкаф. Реалистичный, конечно. Кто-то там побежал. Тут рисунки. Там бы сейчас не было катсцены. В отличие от второй альфы, здесь действие происходит не днём, как во второй альфе, а утром. В отличие от альфа-2, отмычка находится на верхней полке, а не на нижней. Так, анимации входа в окно нету. Тут спальня, тут стереосистема. Вон, здесь, где есть. Реалистичный телевизор сосед, смотрите там тоже, в этом телевизоре, как и второй альфы. С... Отрывки из трейлера прототипа. Отрывки из трейлера прототипа. Хлубный борт. Ворона. Проход на второй этаж открытый изначально. И он всегда открытый. Не так, как во второй альфе. Тут ружьё, он на стене висит. Гроб. Тут в углу стоит. Там антенна какая-то стоит даже. Там была... Во второй альфе, там была коробка для потерянных вещей. Магнит издаёт звуки. Вот, а в альфе 2 он не издавал звуки. В доме есть... Картины из первой альфы. Вон колокольчик, он с первой альфы даже есть. Правда, он бесполезный. И в этой версии, судя по всему... С помощью отмычки, открываем эту дверь. Ну, видимо, геймпрохождение здесь так же, как и в альфе 2. Точно. Там, там, телевизор смотрит. Камеру он поставил уже. Сосед переагировал. Так, вот он имплей с фейерверками. Фейерверк замедляет соседа. В альфе 2 этого почему-то не было. Ему было пофигу на фейерверк. Кстати, музыки погони... Музыки преследования соседа здесь нету вообще. Только звуки, когда сосед близко есть, а вот звуки погони не могут. Вот, никакой звуки нету у этих бомбов. Вот это всего нет. Так, ключ, карта, комната вот эта отличается, кстати. Вон там стул реалистичный стоит, как из первой альфы. Анимация в шкаф такая же, как и во всех версиях после второй альфы, но шкаф реалистичный. В мод Китти такой шкаф реалистичный есть, и там тоже такая вот анимация входа. Можно видеть, что над кроватью там фотографии целующихся мужиков. Обязательно должно быть. По этой версии, видать, такой сюжет разработчики создали, судя по всему. Сосед работает клоуном в цирке и похищает там детей. А потом прячет их в свой подвал. Объясню, почему такая теория. Да, здесь все реалистичное. Почему мне кажется, что эта версия лучше, чем вторая альфа? Вот тут проводок, кстати, нету и лифт. И коробок. Так, сейчас он применяет ключ-карту. Дверь здесь не железная, как и во второй альфы, а деревянная. В отличие от вторых, вот чем еще лучше эта версия. То, что здесь спуск видно, а там ничего не было видно во второй. К реке он плачущих детей. Видимо, сосед действительно похищает детишек. В альфе 2 тут была цирковая музыка. А тут плачущие дети. Так, подвал здесь такой же, только двери реалистичны. Когда мы подходили в альфе 2 к этой двери, игра сканчивалась. А тут, если готово подойти, то начинается новая погода. Здесь прямо первая альфа, и сосед поеду появится за нахищаемое место. Вот это будет в трех часах. И вот, подвалка не может подошел. Почему вот интересный момент, как видите, она реалистична. Крустевее выглядит. В альфе 2 там простреливалось, где-то реалистичный, где-то путяшный, где-то полный. А тут видите, все реалистично, потому что так хорошо. Подвал достойен полностью, а второй актер, главный актер, уменьшен. Часть. Ужарный актер, не слышен, потому что это не очень круто. Ужарный актер, не знаю, что это конечный актер. Ужарный актер, закрытый актер, соседок. Спрятаться надо под кровать. Опять крики детей. Так, сосед входит в эту дверь. Там он, наверное, детей хранит. Там унитаз почему-то стоит. Главный герой открывает дверь, и игра заканчивается на этом. Собственно говоря, такая вот альфа. Мне кажется, она реально лучше, чем альфа 2 получилась у них. Я очень надеюсь, что фанаты сделают реальную копию вот этой вот версии. И мы когда-нибудь ее тоже снимем, сыграем. Но пока что этой версии нет. Есть одна фанатская версия, которую мы сейчас посмотрим с вами. Но она не очень-то похожа на то, что мы с вами сейчас видели. Что в итоге мы увидели? Не, реально, мне нравится больше. Элементов из альфы 1 было достаточно много. Там полностью то, что подвал доступен. Это, мне кажется, самое главное преимущество этой версии. Ну, в общем, стиль рисовки здесь, как и из первой альфы. Все остальное, кроме музыки погони, которая отсутствует. Здесь все из второй альфы. Все то же самое, абсолютно. Ладно, давайте перейдем к фанатской версии, про которую я только что вам сказал. Чик-чик. Итак, мы с вами перебрались в эту версию. И что мы с вами видим? Вот такая вот менюшка. Давайте нажмем Start Game. Давай, работай. Сосед заколачивает дверь. Этого всего, кстати, не было в Альфе. 1.5. Главный герой просыпается у себя дома. Здесь текстуры какие-то не очень, честно говоря. Красивый, реалистичный, но... Дом главного героя в Альфе в том видео, которое мы только что с вами посмотрели. Дом главного героя не был показан. Вот он, собственно, этот дом. Так, это кухня. Здесь сосед ходит, у него искусственный... Тихо-тихо-тихо-тихо. Искусственный интеллект у него здесь не очень-то проработан. Вот реалистичная кухня. Ой, это ванна. Тихо-тихо-тихо-тихо. Беги-беги-беги-беги. Нафиг, 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 нафиг. Нифига себе. Обалдеть. Здесь почему... Здесь, к сожалению, брать можно только... Инвентарь, только можно взять один только предмет. Так вот. Что нам нужно сделать? Мы должны... Здесь текстуры почему-то на две доски здесь. Там в Альфе, настоящий Альф 1.5. Там... Там на одну доску. И здесь еще и медный замок у нас. Вороны. Вороны нету, магнита нету. Здесь тоже на две доски почему-то. Кстати, в том видео, которое мы с вами посмотрели, есть такой ляпчик, я бы сказал. Видите, доски с этой стороны находятся, а дверь открывается в ту сторону. Это странно, не правда ли? Блин. Блин, сейчас сюда придется. Ключ-карта, она вылетела за текстурой куда-то. Ну, где я ключ-карту искать-то буду сейчас? Ладно, давайте сосед нас поймает. Если нас сосед поймает, то игра заново начнется. Здесь музыка погони как из Альфа 1.5, блин. Ой, из Альфа 1, точнее, игре. Игра полностью начинается заново. Из окон главного героя почему-то нельзя улезать. Блин, он там ходит вот собака. Искусственный интеллект у него тут не очень-то проработанный. Так. Пройдем в эту комнату и в этом ящичке у нас джаз. Не работает. Сейчас бы тут, сейчас бы играло бы здесь. Ладно, вот так. Так, здесь гроб у нас также стоит. В Альфе 1.5, его второй Альфе. Не было никакого замка вот тут. Так, на кухню надо нам попасть. В шкаф, кстати, можно реально в шкаф прятаться, но... Можно в шкаф прятаться, но это бесполезно совершенно. Шкафы не помогают в этой версии. Сосед нас все равно через них ловит. Влезай давай. Что, у него те же самые звуки, что и в прототипе? В Альфе 1.5, тоже такого не было. Теперь надо открыть. Проход на чердак. Ну, е-мое. Да, фанаты, конечно, коряво сделали и эту версию. Они бы... Ну, надеюсь, они сделают нормальную Альфа 1.5 когда-нибудь. Они могут взять просто... Кстати, все окна, ни одного стекла нет. Почему-то. Так, сделаем вот так. Берем ключик. Это тихо ты, возьми ключ. О, красавчик. Теперь, теперь мы залезаем вот сюда. Здесь, кстати, никаких вещей нету. Ни антенны, ни ящери. Да ну ты чё, серьезно что ли, а? Кстати говоря, я побрился. Сейчас. А то вдруг кто-нибудь заметил просто какие-нибудь изменения. Да, я сбрился. Усы свои, блин. Усы как... У меня не... Блин. Не было усов, как у соседа, конечно, но... Залезай. Молока, кстати, тоже здесь нету. Ключ не на поясе у соседа этот висит, а... В этом ящичке. И в Альфе 2, и в Альфе 1.5 он на поясе у соседа был. Да, ну серьезно. Блин, вот здесь заставки жалко, нельзя пропускать. Прототип они же как-то сделали максимально круто. Значит, и эту версию могут сделать. Взять файла Альфа 2, там покопаться. Переделать. А они же при Альфу превратили как-то в прототип. Значит, эту версию, видимо, могут... Интересно, блин. Шалко туда нельзя никак попасть. И электрощитка, кстати, нету. Блин. А это собака. А! Что это было? Как он меня не поймал сейчас вообще? Так, блин. Как же темно в этой комнате, а? Почему? В Альфе 1.5 такого не было. Да, ну... Да, ну ты чё? Господи. У него сразу камера там, по-моему, висит. Также фотографируются лучшихся мужиков около двери. Сосед, видать, гей у нас тут по ходу. Видимо, реалистичный стиль рисовки планировался... Блин, он там ходит вот с собакой. Судя по всему, реалистичный стиль рисовки планировался и для использования второй Альфы, но разработчики передумали. Сосед, кстати, так же, как и при Альфе тут ходят и машину ремонтируют свою. Да что ты... Рудник, какого ружья на стене здесь нету. Фотографии семьи соседа. Блин. Блин, это тут ходит, тут собака. Камеры, кстати, нету. Зато капканы есть. Да ну ты чё... Господи, я же моментально версию иногда это проходил. Я, наверное, вырежу это... Вырежу корярое прохождение. Потому что пипец полный. Блин, там ходит вот собака. Что-нибудь, ну чё физические упражнения не делает даже. Давай, отойди куда-нибудь. Открывай. Ключик, я сказал, тоже возьми. О, отлично. Открывай. Побыстрее. Давай, давай, беги, беги, беги вот сюда. Сейчас будет ходить вот сюда вон. Давай, давай заходи. Доски вон с той стороны находятся, а дверь в эту сторону открывается. Она же может открываться без проблем. Почему она не открывается? Так. Это странно. И правда ли? Так, вот сейчас надо использовать этот ключик. Чик. Сохранения нету, жалко здесь. И ключик вот тут. Блин, вот его из-за тени не видно. Медный ключ. Ну возьми его, возьми. О, хорошо. Нет, 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 нет. Отстань от меня, сосед. Я не хочу проиграть сейчас ни за что. Так, нельзя, чтобы он нас увидел сейчас. Блин, он там стоит, тут собака. И что я с ним сейчас делать буду? В смысле, он что, застрял, что ли? А туда он не может выйти? Я сейчас попробую. Блин, он, капканы тут стоят. Тут инфузория, а. Все, идем. Здесь дверь даже он. Так, Крейкин. Один, правда, только. Но подвал здесь. Но здесь подвал доступен только та же часть, что его второй альф. Потому что когда мы подходим вот сюда, сосед нас хватает и все. Вот такая вот альфа. Вот такую вот альфу сделали, урезанную. Просто безумно урезанную альфу сделали. На этом, пожалуй, мы закончим. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте. Ставьте лайк, вступайте в сообщество ВКонтакте. Также подписывайтесь на второй канал Блу Мадзе, который я недавно создал. Который является запасным каналом. Все. Всем удачи и до новых встреч. Пока. С вами был Максим Мадзе. Субтитры сделал DimaTorzok